Нет худа без добра. Эта фраза как нельзя, кстати, подходит учащимся и педагогам школы номер 13 поселка Илымах Алалданского района. Заведение входит в число малокомплектных. Обучаются в нем меньше 50 человек. Но есть и положительная сторона медали. Учителя могут уделять воспитанникам гораздо больше внимания. Так ли это узнала Татьяна Вахнина. Авось не спросят. Подобную надежду никогда не питают учащиеся школы номер 13 поселка Илмах. В каждом классе не более 4-х человек. Первоклассник и вовсе один. Учителя имеют возможность уделить внимание каждому воспитаннику. В этом плюс малокомплектной школы. Качество успеваемости у нас очень хорошее. Высокие показатели. Мы каждую четверть делаем отчет соответствующий. Гранит наук в 13-й школе грызут 30 мальчишек и девчонок. Начальных классов комплектов всего два. Первый, второй и третий, четвертый. В классе Анастасии Петровны Клепиковой четверо человек. Пока третий классники Диана, Инна и Даниил пытаются выбрать фигуры, которым соответствуют заданные в учебнике утверждения, четвероклассница Софья сражается с десятками, сотнями и тысячами. Определенные сложности, конечно, есть. Но подход к детям можно найти в любом случае. То есть третий, четвертый класс. Детей мало. Поэтому больше индивидуальной работы. В 13-й школе разумное, доброе, вечное сеют 12 педагогов. Укомплектованность оставляет желать лучшего. Учителя-предметники вынуждены осваивать преподавание иных дисциплин. Желание у меня такое, чтобы наши выпускники, которые заканчивают школу, пошли на такие педагогические специальности и в прошлом продолжили наши дела, в будущем. На 2016-2017 учебный год планы у руководства масштабны. Почти завершено оснащение медицинского кабинета. Оздоровлению учащихся будет уделяться намного больше внимания, нежели сейчас. Школа располагается в прежней конторе рудника «Эмильджак». При большом количестве метров классов не хватает. Летом начнется капитальный ремонт, включающий перепланировку. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.